Здравствуйте, дорогие друзья! Что-то давненько мы и делали обзор с нашей студией. Мы сегодня сдаем вот такое красивое платье. Это стиль минимализм, такое вот элегантное, элегантное платье. Давайте мы его рассмотрим. Смотрите, это кружевная кофточка. Платье, здесь нет никакого корсажа, здесь нет ничего. Платьица будет одеваться на телесного цвета бюстгальтер. Девочка очень загорелая. Кружево мы заказывали из Санкт-Петербурга. То есть кружево очень хорошего качества, оно такое хлопковое. Значит, все припуски на шовчики мы обрабатываем все, обработали сеточкой. Сейчас я вам покажу. Так, сейчас, сейчас я доберусь до шовчика. Я даже его найти сразу не могу. Посмотрите, все припуски вручную мы обработали сеточкой. То есть ручная обработка всей внутряночки кофточки. Значит, это вообще костюм. Юбочка отдельно, кофточка отдельно. Для чего мы сделали такой вариант отдельного, вот все это по отдельности? Для того, чтобы невеста наша после свадьбы смогла пользоваться по отдельности каждой деталью платья. К примеру, кофточку она сможет носить с юбочкой узкой карандаш в будни или на какой-то праздник. Ну, юбочка тут по усмотрению, как будет она, будет, не будет она ее надевать. Но, тем не менее, мы решили сделать костюмчиком. Смотрите, очень тонкая обработка. Здесь все тоже сеточкой, все вручную. Рукавчик укороченный. Кофточка имеет вот такую юбочку-басочку. Это пожелание клиента. Украшает платье вот такой вот пояс. Это горный хрусталь. То есть мы сами вышивали вот этот пояс. Посмотрите, какая красота. Это неземная красота. Он какой-то, знаете, вот сейчас я покажу вот с этой стороны. Он такой смешанный. Искрится, как снег, хрустальный. По-настоящему хрустальный. Довольно-таки тяжеленькая вещь. Он такой тяжеленький, но очень красивый. Очень. К сожалению, вот, наверное, камера все-таки, наверное, и не передает всю красоту пояса. Очень красивый, очень красивый пояс, который тоже может быть как отдельным аксессуаром для любой другой одежды. Значит, пояс украшает вот такой вот цветок. Цветок мы сделали из обрезков кружева. То есть мы вырезали, закладывали вот такой цветок. Вышили его тоже хрустален. Посмотрите, вот такая вот серединка красивая. То есть вот такой вот, такой вот многослойный, объемный цветочек. Ну, это свадебное платье, да, потом в последующем, может быть, цветочек тоже быть убран. И пояс используется как пояс. В продолжении платья идет вот такая вот юбочка. Она сделана из свадебной тофты. То есть вот такая вот ткань, очень хорошего качества. Очень хорошо держит форму. Юбочка несложная. Здесь под юбочкой находятся кольца. Вот сейчас я трогаю. Вот оно, кольцо, да. Что хочу сказать. В нашем понимании, когда сквозь юбку просвечивают кольца, это плохо. Поэтому мы делаем такую подбивочку, то есть такую прослойку из сетки, которая изолирует кольца от основной юбки. В наших платьях кольца не просвечивают. Вот посмотрите, стоит тоже платье. Здесь до колец еще добраться надо, как говорится. Но почему мы решили поставить юбочку на кольца? Почему? Ну, во-первых, это удобно. Во-вторых, это не жарко. То есть чисто из этих соображений. Но эта платьица может быть и без колец. То есть юбочку можно снять. Ой, в смысле под юбник, да, можно снять. И юбочку можно носить без колец. Тут, в общем-то, тоже пожелание клиента. Но с кольцами, еще раз повторю, удобно. Если хотите узнать, почему, приходите, мы вам объясним. Значит, смотрите, какая молния. Сзади вот такая вот капелька украшает спиночку. Потайная молния. Вот, хрустальная тоже такая вот капелька. В общем, такие вот мелочи и делают платье довольно-таки красивым и роскошным. Поясочек, сейчас посмотрю, он съемный. Съемный. Крепится он на крючочках. Крючочки встык. Все очень красиво. Буквально вот через полчаса сейчас придет хозяйка данного платья. И мы будем его сдавать. У нас прям сегодня день открытых дверей. Это хорошо. Дорогие невесты, если вы хотите получить очень красивое платье, не такое, как у всех, и такое, которое нельзя купить нигде, приходите к нам. Видите, да? Мы можем сделать от дорогого платья, очень такого, дорогого, в каком плане, с большим количеством объема работы, до вот такого минимализма. Поэтому любое ваше пожелание, любой ваш компресс мы исполним. Ну, обзор данного вот этого платья мы сделаем чуть позже. Его тоже мы сдаем завтра. Скорее всего, завтра и сделаем видеообзор. То есть вот такое платьице скоро покинет нашу студию. Запаковываем платье мы в наши фирменные чехлы. Все очень красиво, цивильно. Поэтому, девочки, нужно будет просто приехать и уехать вот с таким вот кулечком домой. Желаем, конечно же, мы невесте только счастья. Невеста очень элегантная, очень красивая. Платье прямо вот ее. Вот что могу сказать, что это ее платье. И вообще для каждой девочки есть свое собственное платье, которое ей подходит. И с этим мы тоже работаем. Многие к нам приходят и говорят, я не знаю, какой мне нужен фасон. Дорогие мои, приходите, мы поговорим, посмотрим. Возможно, мы что-то примерим и определим именно ваш фасон, который будет подходить именно вам. Более того, хочу сказать, в процессе пошива вы всегда же можете прийти к нам и примерить, и посмотреть, что у нас получается. И всегда мы можем отыграть какую-либо ситуацию назад. В этом и есть прелесть индивидуального пошива, что платье создается вместе с вами. И вы принимаете участие в создании вашего платья. Так, ну вот вроде бы как и все. Вроде как и все. Я же прям запыхалась, потому что сегодня такой пятница, очень такой насыщенный день. Очень много посетителей у нас, потому что девочки начинают на шомске. Девочки понимают, что шить платье на заказ намного лучше, чем купить. Поэтому мы приглашаем вас в нашу студию. Мы находимся, улица Масленникова, 28, модный дом Роба, 4 этаж. Не 5, а 4 этаж. Приходите к нам, студия свадебного платья Трофимовой Юлии. По указателям не заблудитесь. Или звоните по телефону, который указан в шапочке профиля. Мы вас встретим. На этом я с вами прощаюсь. Ждем вас в гости. Продолжение следует...